В тренде этой, особенно грязной весны, резиновые сапоги и внедорожники. Грязь, глина, песок и вода заполонила некоторые районы города настолько, что чиновникам впору устраивать конкурс на самый непроходимый городской уголок. Подготовка к 9 мая началась и появились новости по поводу проведения в этом году бессмертного полка. Сегодня на Театральной площади прошло первое построение торжественного марша. В области зафиксирован первый укус клеща. Новости короткой строкой в специальной рубрике. Аукционы завершили, почти все контракты заключили. В Министерстве транспорта рассказали, что ремонт дорог в Кирове уже находится в ожидании старта. Отметил Пасху в Кировском храме, оценил по достоинству наши дороги и собрал полный зал зрителей. В нашем городе побывал джазовый пианист-виртуоз Данил Крамер. О главных новостях вторника 10 апреля расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Паникаровских. Здравствуйте. В тренде этой весны резиновые сапоги и внедорожники. На днях мы уже показывали грязные тротуары, дворы и дороги в Кирове. А сегодня наша съемочная группа прокатилась по самым грязным участкам. Оказывается, есть и такие, но совершенно непроходимые. К нам в редакцию обратилось несколько жителей города. Они сообщили, что ни огромные лужи, ни глину, которую уже по колено, никто не торопится убирать. Константин Кузнецов с подробностями. А ты часто здесь ходишь? Да. Часто? Вот по такой грязи. А можно где-то вообще обойти эту грязь? Я не знаю, я тут всегда хожу. Сегодня тут решила пройти, тут тоже грязно. Я так вот хожу всегда. А сколько примерно уже по времени вот этой жижи здесь? Ну, много. В прошлом году такая же грязь была? Ну, была там подальше грязь такая. Ага, а здесь? А тут было получше. Получше? За обувь-то не ругает грязную школу? В школе нет, пока что не видели. Не ругают и за грязной обуви, потому что каждую весну одно и то же. Весеннее бездорожье вокруг всего квартала. Не запачкаться невозможно. На улице Орджиникидзе полосу препятствий каждый выбирает для себя сам. Мамы с колясками не жалеют времени, и чтобы добираться до магазина, аптеки или остановки, делают большой крюк по дворам. Запачкаться там, возможно, говорят, хотя бы не по колено. Возле глиняных масс очень удобно расположилась водяная колонка. Как будто специально для тех, кто не справился. На Хлыновской 20 детскую площадку перерыли коммунальщики. Также вырыты все качели, а в футбольной коробке лежит глиняная куча. Местные жители говорят, что грязевой коллапс продолжается с начала отопительного сезона. Как начался отопительный сезон, мы вот так живем. С самого, наверное, ноября. Одну яму закопали, другую вырыли, и так бесконечность. Вот у нас детская площадка, и вот так мы живем. На детской площадке грязи нет, вместо нее вода. Микрорайон Озерки в Коминтерне в прямом смысле оправдал свое название. Вот так вот дети катаются на качелях. Вот тут есть небольшой островок, а дальше, дальше опять в плащ. Детские качели, беседки, горки и даже песочницу затопило. Жители считают, что проблема в стройках по соседству. С площадкой всегда, каждый год такая ерунда, что закопляет? Конечно. А вы давно уже здесь живете? 25 лет. 25 лет. И все вот такая вот ерунда? Вот в этом доме уже. А все в основном, все это из-за стройки, из-за этих нас затоплят. Все из-за стройки. Они от стройки нас, что-то там копали вот эти, и тут вот у Озера. Аж двери открывались в квартирах. Что наш дом трясет, я не знаю. Они иногда себе построятся, а мы развалимся. А это улица Комсомольская. Глубокие ямы и крутые грязевые колеи не дают пройти местным жителям. Здесь и не каждый автомобиль сможет проехать без последствий. В виде сломанных бамперов и защит. Такая же ситуация в Ганино, в районе Ипподрома и на остановке улицы Упита. Попасть в автобус, не испачкав обувь, невозможно. Судя по тому, что жалобы на одни и те же районы Кирова к нам в редакцию поступают уже не первую неделю, наводить порядок там коммунальщики не собираются. Константин Кузнецов, Александр Рожков, информационный канал «Город». Репетиции парада начались. Есть новости по проведению в этом году бессмертного полка. Сегодня на Театральной площади прошло первое построение торжественного марша. Тренировки будут проходить два раза в неделю. В них, как всегда, участвуют силовые подразделения Министерства обороны, МЧС России и кадетские корпуса. Впервые в этом году, в День Победы, маршем пройдут активисты молодежного движения «Юнармия». Сегодня стало известно и о том, что бессмертный полк, который в последние годы собирает тысячи кировчан, на этот раз может пройти вне парада акцию. Предлагается провести на полчаса позже, уже после того, как пройдут основные колонны. В области зафиксирован первый укос клеща. В автобусах можно будет расплатиться банковской картой. И на нелегалов-продавцов началась охота. Подробности далее эфир продолжает в рубрике «Короткой строкой». В области зафиксирован первый укус клеща. В Шабалинском районе мужчина работал на приусадебном участке, после чего и заметил его на себе. Специалисты говорят, что с каждым днем таких случаев будет больше. К концу апреля клещи будут уже достаточно активны. В автобусах и троллейбусах можно будет расплатиться банковской картой. Сейчас по этой теме в ЦДС идут переговоры, решаются технические вопросы. Планируется, что летом этого года пройдет пилотный запуск. Когда система оплаты карты начнет работать полноценно, пока неизвестно. Но возможность расплачиваться за проезд наличными или транспортной картой обещают сохранить. В Кирове устроят облаву на тех, кто торгует на улице в неположенных местах. Рейды уже начались, пока оштрафованы три продавца. В ближайшие дни проверят другие популярные места несанкционированной торговли. Штраф за это составляет от трех до пяти тысяч рублей. Кировскую родину хотят обанкротить. Кредиторы обратились в арбитражный суд для признания клуба-должника банкротом. В последнее время финансовые дела у родины шли не очень хорошо. Кредиторская задолженность на конец 2016 года составляла более 70 миллионов рублей. Счета команды заблокировали за неуплату страховых взносов. Игрокам не выплачивали зарплату. Вопрос о банкротстве решится в течение шести месяцев. 11 апреля в ДК Родина состоится концерт группы «Астудия». Это юбилейный тур коллектива. Они отмечают свое 30-летие. Поэтому в программе можно будет услышать лучшие песни группы с момента ее основания. В концерте запланирован и специальный блок, в котором музыканты вспомнят Баглана Садвакасова и, конечно же, Батырхана Шукенова. Начало концерта в 19.00. Впереди вас ждет короткая реклама. Она пройдет быстро. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Активисты ночного патруля и сотрудники ДПС задержали сведо пьяного водителя Киа и его предприимчивого пассажира, который все время пытался избавить друга от дурной славы. Криминальная сводка в специальной рубрике от наших коллег из программы «Место происшествия». Если вы не доверяете безопасности кинотеатра, уводите воспитанников. Сегодня в городской администрации прошла комиссия по поводу летнего отдыха детей. Отметил Пасху в Кирвском храме, оценил по достоинству нашей дороги и собрал полный зал зрителей. В нашем городе побывал джазовый пианист-виртуоз Даниил Крамер. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Активисты ночного патруля и сотрудники ДПС задержали сведо пьяного водителя Киа. Мужчина, кроме, собственно, пьяного вождения, ничем больше не отличился. А вот его предприимчивый пассажир пытался все время избавить друга от дурной славы. За него выход видео в эфир, например, он предлагал съемочной группе деньги. Съемочная группа эти деньги не взяла. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Водитель Киа после требований инспекторов об остановке подчинился не сразу, а искал место для парковки у дома. В патрульной машине Андрей заявил, что он не злостный нарушитель. Илья Николаевич, у вас превышения были? Превышения ПДД? Да. Да, были. Ваши штрафы? А? За превышение скорости. Только превышение было? Да, только превышение. После видеофиксации? Находчивый друг водителя решил договориться с журналистами. Деньги в обмен на гарантию, что репортер сотрет отснятый видеоматериал. А вот что сделать, чтобы это вот не выкладывать? Может быть, а денежку предложить? Нет. Ну, то есть есть вот, да, какая-то цена? Да нет. Ну, ведь нормальный парень. Теперь к небольшому списку нарушений Андрея добавится еще одно. На этот раз грубое правонарушение. За отказ от экспертизы полагается штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. На перекрестке улиц Московская и производственная пилот на 14-й поехал на желтый. Этот маневр не заметил водитель Волги. Столкновения с Волгой не произошло, однако 14-е сшибло дорожный знак и врезалось в столб. На улице Воровского два бойца решили устроить честную драку один на один. Когда мужчина на асфальте перестал давать сдачи, битва прекратилась и все разошлись. Аукционы завершили, а почти все контракты заключили. В Министерстве транспорта Киевской области рассказали, что ремонт дорог находится в ожидании старта. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтируют 82 городских участка. В число самых длинных участков улиц ходят такие улицы, как Володарского, Герцена, Карла Липнихта. Ранее дорожники сообщали, что в этом году ремонт дорог начнется раньше, чем в прошлом году, чтобы уложиться в сроки. В 2018 по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» на область выделено полтора миллиарда рублей. К концу этого года больше половины дорог в городе Кирове должны быть в нормативном состоянии. Но когда начнут ремонтировать, пока не озвучивается. В дирекции дорожного хозяйства сообщали, что дождутся, когда прогреется асфальт. Кстати, губернатор Игорь Васильев уже предупредил дорожников о том, что за их работой, как и прежде, будут наблюдать общественные активисты. Они на днях уже выявили с десяток дефектов на тех участках дорог, которые были отремонтированы в прошлом году. Если вы не доверяете безопасности кинотеатра, уводите детей. Сегодня в городской администрации прошла комиссия по поводу подготовки к летнему отдыху детей. Мероприятие, по сути, дежурное проводят его каждый год. Но в этот раз больше говорили и внимательнее слушали именно по поводу пожарной безопасности. После трагедии в Кемеровском торговом центре, педагогам и вожатым еще раз напомнили о личной ответственности за детей. Советуют в каждом месте, прежде чем приводить туда школьников, самим проверять пожарные выходы. Не должно быть никаких магнитных дверей. Если что-то не нравится, сразу уводить детей. Специфика пришкольных лагерей. Эти лагеря, которые фактически деятельность осуществляют вроде бы и в школе, но ежедневно посещают музеи, выставки и обязательно, практически всегда в программах есть кинотеатр. Здесь уже необходимо руководителям лагерей, ответственным лицам, которые ведут детей в кинотеатры, не допустить страшных, трагических последствий пожара, которые у нас в Кемерово произошло. Непосредственно необходимо до начала спектакля обязательно проверить все, на ли, открытые эволюционные выходы. Объект этот не ваш. То есть вы уверены в своей школе, но будьте уверены в безопасности в кинотеатре. Но здесь такой уверенности у вас не должно быть. И пришкольные, и загородные детские лагеря на пожарную безопасность в этом году будут проверять тщательней, пока учреждение получает санитарно-эпидемиологические разрешения. В этом плане особых изменений нет. Летом в городе будет работать 63 пришкольных лагеря. Часть оплаты за питание детей на себя возьмет городской бюджет. На это уже выделено чуть больше 7 миллионов рублей. Отметил Пасху в Кировском храме, оценил по достоинству нашей дороги и собрал полный зал зрителей. В нашем городе побывал джазовый пианист-виртуоз Данил Крамер. Музыкант ездит в Киров на протяжении 10 лет, а каждый раз с новой программой. На этот раз он привез джазовый коллектив из Новороссийска. Все подробности у Артема Миронова. Со своими партнерами по сцене Даниил Крамер познакомился всего неделю назад в Новороссийске. Музыканты сыграли с первого раза и сразу поехали в концертный тур по России. И на фоне практически полного музыкального джазового вакуума в Новороссийске они создали гастрольный профессиональный коллектив. И уже они играли в разных странах. Они играли в Соединенных Штатах, они играли в Филляндии, они играли в Испании. Лидер южных джазменов Сергей Коренев начинал свой музыкальный путь в США. Там прожил полгода. Потом американскую музыкальную культуру привез в Новороссийск. И еще позднее стал одним из самых популярных джазовых музыкантов России. Он выступал вместе с такими артистами, как Игорь Бутман, Кевин Махогани. А вот в Киров Сергей Коренев приехал впервые. Так получилось, что на Пасху. Мне поразило, как вчера ваши люди, горожане, все шли в храм. Как-то, ну, такое чувствовалось единение, понимаете. Для меня вот как-то это очень по-родному так близко вчера стало. Такое ощущение, что мы Пасху, можно сказать, отмечали у себя дома. А вот Даниил Крамер знает наш город как свои пять пальцев. И о проблемах рассуждает уже как местный. К слову, развивать культуру Даниил Крамер считает своей прямой обязанностью музыканта. Говорит, что культура и есть основа цивилизации. И если ее в стране не развивать, то и дальше будет бардак. Даниил Крамер приехал в Киров последний раз в этом сезоне. За 10 лет выступлений в нашем городе, признался, появился свой постоянный зритель. Третий год у нас такой. Третий год, да. Постоянно ходим и на следующий год уже абонемент взяли. Нравится вам? Очень, очень. Ну, это действительно живое выступление. Это человек, который всегда с душой выступает, приводит интересных людей. И каждый концерт, он разный. Он всегда что-то новое придумывает. Я раз, наверное, четвертый, если не пятый. Даже удивительно, наверное, что джаз люблю. Уж не знаю, понимать особо не понимаю, но заряд какой-то дает, энергию, интерес. Большой гастрольный тур по России у Даниила Крамера и компании закончится в мае. Сразу после концерта в Кирове музыканты отправились в Омск. Теперь кировчане смогут увидеть джазмена только зимой. Артем Миронов, Илья Акатьев, информационный канал «Город». Таким был этот вторник, 10 апреля. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 470706. Также, если вы стали очевидцем каких-либо событий, рассказывайте и показывайте их в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова, Первый городской канал». Новости там появляются гораздо раньше телевизионного выпуска. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи. Продолжение следует...